Всем привет! Меня зовут Арина Вискера и нет у вас не галлюцинации. У меня два разных макияжа глаз. Вообще я планировала сделать совершенно другой макияж глаз, но в момент, когда я начала наконец-то делать макияж палеткой Нарвина, я решила, что почему бы нет, не сделать интереснее, не попробовать сразу два основных цвета, которые так и просятся в этой палетке на глаза. Мы с вами сегодня посмотрим и сводчи, и клоузапы этой палетки. Естественно, эта палетка больше всего отдает вот этими фиолетовыми и сиреневыми вайбами, но потому что она, собственно говоря, выполнена в таких цветах. Но в этой палетке также присутствуют коричневые оттенки, чтобы сделать классический макияж с золотом. Я решила попробовать, как я уже сказала, абсолютно холодную и розовенькую теплую историю. Мне понравилось, но давайте вы посмотрите, как выглядит коробка, как выглядит сводчи, как я делала этот макияж, мое первое впечатление. И, собственно говоря, вы решите, будем ли мы дальше тестировать ее, делать еще макияжи и приходить к какому-то общему итогу. Поэтому, как всегда, не откладывая в долгий ящик. Погнали! Ну что, наступил этот радостный, по крайней мере, для меня момент. Мы с вами, наконец-то, поговорим о палетке Норвина от Анастасии Беверли Хиллз. Это не первая палетка Анастасии Беверли-Хиллз, которую я тестирую, но это первая палетка Анастасии Беверли-Хиллз, которую я купила. Я не знаю почему, но как-то у меня не складывались отношения с палетками от Анастасии Беверли-Хиллз. Под не складывались я не имею в виду, что мне не нравится качество продукции, но в тот момент, когда на адском хайпе была палетка Modern Renaissance, она всем нравилась, у меня уже было такое количество красных теней, что я решила странным со своей стороны покупать еще одну палетку в красных цветах. Но я работала на этой палетке, я ей красила себя, я красила других, и безусловно у меня к ней нет никаких претензий, это очень крутые текстуры. Потом я брала на тест у Наталины палетку Subculture, я оставлю все видео внизу о том, как я тестировала те или иные палетки, и свое впечатление, чтобы вы могли посмотреть и составить свое мнение об этих палетках. Subculture, ну, честно, для меня люди, которые говорят, что Subculture хорошая палетка, ну не то чтобы странная, но она плохая, она объективно плохая, и все-таки одно дело, если бы я одна сказала, или нас двое было бы, на слишком много людей, и на американском, и на британском, и на канадском, и на австралийском, и на европейском ютьюбе, говорили о том, что эта палетка плохо тушуется, в ней неправильно, видимо, спрессованы пигменты, она до сих пор продается, и вы можете ее купить и протестировать самостоятельно, но это палетка, которую я не рекомендую никому, хотя, казалось бы, в ней действительно очень красивые сочетания цветов. Следующая палетка, которую они выпустили почти сразу, видимо, собственно говоря, на фоне скандала, который случился с палеткой Subculture, это была палетка Prism, и из всех палеток, которые есть, это моя самая любимая палетка, я ее попросила Лизу купить для меня, я ее также брала, тестировала у Наталины, у меня есть, по-моему, два макияжа с этой палетки, один я еще снимала дома, где мы с вами, собственно говоря, начали знакомиться, и второй макияж я снимала уже в студии этой палетки. Палетку Soft Glam я не хотела покупать, потому что она для меня очень спокойная, очень понятная, но она мне понравилась в рамках тестирования, также ссылка на это видео будет внизу, и если вы ищете какую-то палетку натуральных оттенков на каждый день, то я вам ее очень рекомендую. С палеткой Narvina я же поняла, что, во-первых, я люблю холодную гамму цветов, во-вторых, меня действительно привлекли те цвета, которые есть в этой палетке, и мне захотелось ее протестировать. Более того, мы сейчас с вами перейдем, собственно говоря, непосредственно к сводчам и клоузапам этой палетки, и, честно говоря, у меня даже закралась мысль о том, чтобы, может быть, сделать серию видео с макияжами, макияжи именно этой палеткой. Посмотрим, к чему я все-таки приду, потому что я сегодня еще разбирала две палетки, сравнивала их между собой, и мне хотелось бы снять об этом видео. А сейчас давайте перейдем непосредственно к клоузапам, вы посмотрите сводчи, палетку изнутри, и потом перейдем непосредственно к макияжу. Все палетки Анастасии Беверли Хиллс приходят в картонной коробке. Эта коробка выполнена, собственно говоря, в, я бы сказала, флагманском цвете этой палетки, потому что вся палетка в таких лиловых цветах. Она имеет такую же бархатную упаковку, как и все другие палетки. Многие на это ругаются, потому что к этой палетке быстро прилипает пыль, грязь и тени. Но мне, честно говоря, нравится эта палетка как минимум на ощупь, но, скорее всего, я ее, наверное, буду хранить непосредственно в этой коробке. Несмотря на то, что другие тени не будут на нее просыпаться, но мне как-то будет так спокойнее. Давайте перейдем к содержимому. С вами 14 оттенков, два ряда. Один ряд полностью матовых цветов и один ряд полностью шиммерных цветов. Повторюсь, что когда я делаю свотчи, то я специально самый светлый оттенок провожу по татуировке, потому что мне самой лично очень интересно, будет ли у нас перекрываться серьезная какая-то пигментация или цветовые нюансы, которые есть на веках. Соответственно, оттенок Base прекрасно перекрывает. Оттенок Soul, который всем на американском и не только YouTube кажется наиболее интересным, он с легким вкраплением шиммера, оттенок Incense матовый, оттенок Love тоже с мелким шиммером такой, скорее сатиновый. Дальше у нас с вами три оттенка просто матовых. Верхний ряд какой-то сумасшедший. Я специально сделала отдельно свотчи металликов, и это чума. Я не могла наглядеться, мне хотелось ими всеми измазаться, при том, что один из макияжа, который мне больше всего хотелось повторить, он использовался в рекламной кампании, это Hello Eyes, но оттенок Soul использован для растушевки, и один из коричневых оттенков, я думаю, что оттенок Eccentric, используется на подвижном веке. Это очень красиво и необычно. Я даже писала об этом в своем телеграм-канале, хотя я там, честно, пишу сейчас достаточно редко. Также у нас с вами в палетке есть зеркало и кисть. Я знаю, что многие хвалят кисть Анастасии Беверли Хиллз, и покупают их отдельно. У нас с вами двухсторонняя кисточка, с одной стороны пушистая, с другой стороны плоская. Сегодня я буду работать своими кистями. Сегодня в качестве праймера я использую консилер. Тени очень пигментированные, поэтому я набрала на спонж транспарентную пудру. Ей же я чуть-чуть прибью глаза. Прибью глаза? И поскольку тени сыпучие, то я поактивнее наношу на зону под глазами. В принципе, этим отличаются все тени Анастасия Беверли Хиллз. Они очень пигментированные, они могут сыпаться, но при этом в этой палетке, как и в других палетках, не считая палетки Subculture, все прекрасно растушевывает. Давайте с вами начнем макияж. Я, как всегда, начну со своей кисточки Manly Pro 55. Отклеила от зеркальца наклейку. И начнем мы с вами с оттенка Base. Это самый светлый оттенок в палетке. Я буду набирать по чуть-чуть, потому что с интересом посмотрела большое количество обзоров этой палетки. Давайте чуть-чуть подкрутим лампу. Я посмотрела большое количество обзоров и знаю, что эти палетки очень пигментированные. Что видно, собственно говоря, уже сразу. Вот здесь я уже нанесла на глаза оттенок, здесь еще нет. И вы видите, как этот оттенок высветляет нам глаза. Мне хотелось в качестве первого макияжа повторить как раз-таки вот этот вот Halo эффект из рекламной кампании этой палетки. Но я решила, что когда мы с вами видим такую палетку с металликами, то уж давайте будем честными, что первое, что хочется сделать, это нанести все эти металлики на глаза. Поэтому сегодня, я думаю, мы с вами сделаем макияж именно в стиле этой палетки. Те цвета, которые сразу так и напрашиваются. Вот у нас с вами есть уже база. Дальше я беру свою любимую кисть Manly Pro 103 и хочу взять оттенок Soul, потому что, мне кажется, этот оттенок звезда этой палетки. Набираю аккуратно и начинаю этим оттенком задавать форму. Цвета круто смешиваются друг с другом и вот этот легкий металлизированный эффект, который есть в этом цвете, задает неплохое свечение. Я пока не понимаю, нравится мне или не нравится, потому что, как минимум, я уверена, что этот оттенок будет смотреться классно, если наносить его плоской кистью. Но у нас с вами здесь такое количество оттенков, что хочется попробовать как можно больше. И, кстати, вот сейчас, глядя на палетку, я подумала даже схитрить и сделать два макияжа. Ну, не то, чтобы схитрить, а наоборот попробовать с вами больше вариантов. Поэтому сейчас я наношу оттенок Soul на правый глаз, а на левый глаз я нанесу оттенок Love. И, соответственно, мы с вами сможем сделать макияж с розовым и с фиолетовыми цветами, которые здесь есть. Пока продолжу простраивать форму оттенком Love. Ох уж, это жизнь с кошечками. Все время ощущение, что на лице налипло просто максимум непонятно чего. Что я должна сказать? Тушуется идеально. Очень мне нравится, как смотрится, несмотря на то, что очень светлая база. И обычно фиолетовые такие оттенки тушуют через, к примеру, коричневые оттенки, чтобы это было более естественно кожей. Но мне нравится, как этот оттенок смотрится сам по себе. Набираю еще чуть-чуть. У меня есть ощущение, что у меня вот здесь вот пятно. Поэтому я чуть-чуть дослаиваю. На сводчах все цвета выглядели просто идеальной конфеткой. Так, теперь я чищу кисть. Ту же самую Manly Pro. И сейчас мы с вами возьмем второй оттенок Love. И им я хочу задать форму на левом для вас правом глазу. Добавила чуть побольше цвета. И с вашего позволения все-таки вставила наушники. Потому что у нас с вами здесь очень много растушевки. То есть, когда я сижу и молчу. Поэтому под музыку будет повеселее. Слушаю, кстати, сейчас с удовольствием скин Ананси, с вокалистка, с Максимом. И с продиджи Кармен Квизи. Не могу остановиться слушать. Беру оттенок Love на ту же кисть. Воу-воу. А этот оттенок очень активно набирается на кисть. Он активно не только на кисть набирается, но и разбивается в пенале. Поэтому я его набираю прям чуть-чуть, чуть-чуть и начинаю тушевать. Он выглядит очень нежно на глазах. Но он очень наслаиваемый и цветопередача вполне себе активная. Добавлю буквально чуть-чуть. Так, теперь хочется углубить то, что у нас с вами есть. И здесь есть оттенок Volatile. Это более холодный коричнево-серый оттенок. И есть оттенок Eccentric или оттенок Incense, которым я бы углубила с розовой стороны. Давайте начнем с, собственно говоря, стороны. Здесь я уже возьму две разные кисточки, но они похожи по форме. Это плоско-пушистая кисть. Одна Vicon E14, другая Zueva 227. С Zueva я начну работать на правом для вас левом глазу и беру оттенок Volatile. Тоже начинаю очень аккуратно. Знаете, он с одной стороны красиво как бы наслаивается, а с другой стороны у меня есть вопросики к тому, как он растушевывается. Хочется взять свою любимую... Нет, кисточка Linda Halberg маловато. Хочется взять растушевочную кисть, кругленькую. Давайте попробуем кисть от Linda Halberg, которая побольше 304. И да, здесь логично, сама форма кисти позволяет растушевать цвет активнее. Возьму еще чуть на плоскую Zueva. Именно в саму складку. И потом буду возвращаться к прошлой кисти, ничего не набирая, именно чтобы растушевать. И хочется этим же оттенком, которым мы сейчас с вами углубляем складку, поработать на уголке. То есть нанести этот цвет поактивнее вот сюда. И его я именно набиваю. И он неплохо наслаивается, не плешивит. И теперь возвращаюсь к прошлой кисти. И хочется взять еще раз пушистую кисть, но уже не ту, которую мы брали для того, чтобы задать форму. Какую-то другую чистенькую. Это будет Morphe M5 1.3. Я беру оттенок Soul. И прохожусь по границе, чуть-чуть набрав этот же оттенок, чтобы смягчить растушевку. Ну вот как-то так пока здесь. И сейчас я буду брать, наверное, оттенок... Хочется взять оттенок Essentric на розовую сторону. Но с другой стороны здесь прям рядом Incense. Мне кажется, он будет поинтереснее смотреться. Так. Беру, собственно говоря, кисть Vicon E14. Похожую по форме с кисточкой Zoéva, которой я работала на этом глазу. И набираю оттенок Incense. Это вот этот. И начинаю углублять складку, где у нас глаз розовый. Да, мне уже прям сразу нравится этот цвет. Но набирается он, мамочки мои, очень активно. И к этому, блин, нужно быть готовым каким-то образом. Очень красивый цвет, правда. Теперь беру растушевочную кисть. Это MAC 224. И начинаю смягчать границу. Чуть-чуть беру еще цвет. И, конечно, наш с вами розовый глаз получается гораздо мягче и теплее, чем глаз холодный. Еще раз беру розовый оттенок. И смягчаю границу между цветами. Хочется еще добавить оттенка Incense. И его же на уголок. Здесь прямо этой же кистью работаю. Итак, давайте переходить, наконец-то, к, вот, собственно говоря, великолепию металлизированному, который у нас с вами есть. И здесь просто, ну, невозможно остановиться на чем-то одном, но нам с вами придется. Что я предлагаю сделать? Я предлагаю оттенок Celestial нанести на холодную сторону, а оттенок Rose Gold и Wild Child нанести на розовую. Думаю, что какой-то из светлых оттенков может быть Dazzling. Например, Wild Child у нас будет с вами на розовой стороне в уголке, Dazzling будет на фиолетовый, а вот эти два оттенка основными. Для этого нам с вами нужна коллекция плоских кистей. Прям плоских-плоских. Кисточка раз. Вообще, тени сами по себе очень кремовые, металлизированные в том числе. Но поскольку они сыпучие, я смачиваю кисть. Начинаю с оттенка Celestial фиолетового. Мамма мил, Краху Пермадонна, как красиво! Я перестаю дышать! Теперь беру оттенок Rose Gold на эту сторону. Блин, ну Rose Gold это вообще... Мне кажется, даже камера не передаст, насколько это красиво. Он просто как фольга ложится. Так, и теперь хочется маленькие растушевочные кисти взять. Ну, относительно маленькие для того, чтобы пройтись и смягчить границу. Посмотрите, как это сияет. Кисточкой Makeup Secret G12 прохожусь на этом глазу. Я не набираю никакой продукт. Я просто смягчаю границу. И с этой стороны пройдусь кисточкой Kylie из Royal Pitch палетки. Тоже ничего больше не набираю. Просто смягчаю границу. Так, ну и теперь беру маленькие кисточки, которыми я очень люблю наносить цвета в уголок. Тоже две. Беру MAC 290 и ZOEVA 230. И мы с вами будем наносить еще два оттенка. Оттенок Daisling я буду наносить на холодной стороне и оттенок Wild Child на розовую сторону. Очень красивый оттенок Daisling, но сыпучий. Но мы с вами эту историю предотвратили, нанеся пудру. То есть у нас получится с вами смахнуть. И теперь перехожу к розовому нежному оттенку Wild Child. Немножко его растягиваю на прошлый цвет и здесь также на оттенок Celestial. Так, что я предлагаю нам с вами сделать? Я сейчас быстро закончу макияж снизу, повторив то, что я сделала сверху, собственно говоря. Я нанесу тушь, блеск, румяна и пододвину камеру поближе, чтобы вы смогли рассмотреть глаза. Ну или сама пристану, как я это делала раньше, собственно говоря, когда мы с вами только начинали наше знакомство. И скажу свое первое мнение и впечатление о том, что, собственно говоря, у нас с вами получилось сегодня на глазах. Довольна я или нет этой покупкой? Мне кажется, я так близко еще не придвигалась и специально порезала себе немножечко лицо. Но я очень хочу, чтобы вы посмотрели поближе макияж, насколько это возможно. Давайте, смотрите. Это с минимальным освещением. Я сейчас возьму себе какое-то зеркало тоже и буду смотреть вместе с вами. Мне нравятся оба глаза. Сейчас я подкручу свет, чтобы было видно-видно. Мне кажется, это какая-то неземная красота. Все цвета идеально друг с другом растушевываются. Металлизированные, чума-чумачечная. Ну, правда. Это интересно, если на максимум выкрутить, будет вообще что-то видно. И чуть-чуть убавим обороты. Мне очень нравится эта палетка. Я заказывала ее с Культ Бьюти. Я оставлю ссылку внизу и в перебивках. Пока мы с вами будем смотреть, я укажу, сколько она мне стоила. Сколько она стоит на сайте в фунтах и сколько это было приблизительно в рублях. И за какую цену я ее получила. В итоге я заказывала эту палетку вместе с тоном, праймером и консилером от Бека. Мне все это пришло за две недели в хорошем качестве и состоянии. Единственный оттенок Rose Gold был такой немножечко, знаете, как будто бы припухший. Назовем это так. Но по факту он прекрасно себя повел в течение всего нашего теста и ничего с ним плохого не случилось. Я тот человек, который всегда обратно кладет сифтер, протектор, бумажку, как хотите, так и называйте. Я очень довольна. Я хочу сделать еще какие-то макияжи. Пишите, пожалуйста, внизу, как вам в целом... Ну, я, естественно, не автор идеи касательно того, чтобы сделать макияж глаз на одном глазу один, на другом глазу другой. Но, тем не менее, как вам такая задумка и идея? Может быть, стоит и дальше так тестировать палетки, чтобы было нагляднее, а потом уже подводить какой-то итог, какой макияж мне больше всего нравится делать той или иной палеткой. И пишите внизу, хотите ли вы еще макияжи этой палеткой, помогла ли я вам. Потому что я знаю, мне многие писали в дирекции, в комментариях, что очень ждут именно от меня обзор на эту палетку. Я очень рада, очень довольна. И, собственно говоря, единственную, какую палетку я еще хочу в своей коллекции именно от отнасти от Анастасии Баверли Хиллс, это палетка призм, потому что для меня там идеальное странное сочетание цветов. Все ссылки на мои обзоры этих палеток будут внизу. Я жду ваши комментарии. Надеюсь, что вчера ваш день прошел хорошо и что сегодня он будет еще лучше. Вся неделя пройдет отлично. Как всегда, большое спасибо, что остаетесь со мной. Смотрите до конца, ставите лайки и пишите комментарии. До завтра. Пока!